Вот почему же, скажите, будь ласка, в Ферсанзи Битте бывают такие войны, когда никто ничего поработать не может с этим, когда бомбы падают на головы мирных граждан, когда бомбят. Никто и не политики, и не военные, они тем более активисты, с этим ничего поделать не могут, потому что это заложено глубоко в постсовдеповском и не только человеке, в этой массе сырковой, постсовковой, безмозглой абсолютно. Примеров множество, как с жителями Донбасса, так и с жителями и Западенщины и тому подобное. То есть, маленький пример. Вот заходит Фельдман со своей свитой, шнырей, шавок на Барабашова. Ну не заходит, а как барин, вот проезжает на колеснице, на карете и разговаривает там с предпринимателями или там вызывает их куда-то, говорит, что ну вы хотите бабло зарабатывать все ему? Да, конечно. Вы хотите обогащаться? Да, конечно. Ну, а за счет некоторых там ужимок, там, ну как при совке мы же помним, что делай вид, что ты работаешь, государство делает вид, что бабки платят. То есть, воруй государство, это все нормально. Да, давайте так и будем. А то, что вы при уже суверении живете, это фигня. Да. То есть, вы по умолчанию и барабашовцы, и предприниматели, и не только с Барабашова, я думаю, таких рынков и по Харькову, и по Украине масса, и не только рынков, там, предприятий, еще чего-то. Вы согласны по умолчанию, что ваш хозяин будет совокупляться, дружить с оккупантом, который будет потом сыпать градами, снарядами, бомбами, нести смерть на ваших побратимов, на ваши семьи, на ваши города, оккупировать их и тому подобное. Вы с этим согласны? Потому что, главное, прибыль, заработок, бабло. Вы с этим согласны? Да, конечно. Всем пофигу, все. Главное, прибыль. А там, если что, свалить можно всегда. То есть, когда будет за что свалить, всегда можно свалить. Это лучше, чем ни за что свалить, все равно ты ни за что не решаешь, все равно бомбы будут сыпаться. Такая логика тоже, конечно, присутствует, из-за которой и бомбы эти сыплятся на мирные головы граждан этой суверенной страны, которая изнутри, как через червяка, через заразу, гангрену, она распадается. Распадается, расщепляется, разгниваются ее внутренние силовые и не только силовые дух, тому подобное, структуры, которые способны сопротивляться будь какому-либо оккупанту. Который решит, что там вон они, они же никакие, они же подносный корм, на них можно напасть, грабануть, в рабство отдать и тому подобное. То есть, вот к чему это приводит, и все кричат, да, давайте, главное же бабло, а что они потом на это бабло будут делать? Ну, тоже же зарабатывали, много предпринимателей было, которые потом утекли, ну, с бабками, конечно, валовая там оставили, а что могли, взяли с собой и на запад. И там кутят. А те, кто не кутят, кутят там в войне, бомбы сыплятся или ходят, окопы копают боевикам, оккупантам. Тоже стыдно, позорно, а иногда, а зачастую смертельно. То есть, один Спезанович Спезанчовский может собирать миллиарды на мифическую стену, на патриотизме. Покуда, покуда сырой дух агрессии там патриотического защитим на волне Майдана, давайте собирать скорее бабки на мифическую стену, которая пойдет в карман, естественно, а не на стену никакую. Или на что-либо другое, на всякие проекты мистические, которые якобы связаны там с волонтерством, с противодействием, агрессору и тому подобное, бла-бла-бла. Все это идет на карман, ну почти все, для галочек, там ставится где-то, что это типа куда-то идет, в отметину, ну чтобы лохам отчитаться. И вот так вместе с отчетами сыплятся также бомбы, собранные на деньги вот этих то ли лохов, облапошенных своим несуразным шароварным мозгом, которому стишок прочитай, и ты уже все, как у кота Базилия, на дурака не нужен нож, ему там сладко подпоешь и сделай с ним что хочешь. Ну, примерно то же самое. Или же собирать бабло с тех же, на которых потом будут сыпляться бомбы, граждан, предприниматели, они же великие мудрецы, умеют, знают, как продать, где купить дешевле, где продать дороже. С них собираются деньги, чтобы потом летели бомбы на них же. Вот великая какая мудрость, купили, продали дороже, маеток купили, а потом цей маеток росбомбыли, террорюги, сепоры всякие, на деньги. Тех, которые собирают с них же, с предпринимателей, ярмо, дань. А потом совокупляются с этим агрессором, с сепаром через Медведчука, с Путиным, который потом с такими же партиями продажными в Украине, с теми же сепарами, посылает на украинцев, на этих же целые тонны рулады, бомб, которые убивают этих украинцев и вынуждают их бежать с дома родного. С тутой он получит хорошую прибыль, предприниматель, за то, что ему дозволят тут на его же земле, кто-то же организовал этот базар, сами же они не могут сорганизоваться, организовали базар. Теперь вы мусы-то платить дань тому, кто организовал на вашей же земле базар этот, и деньги эти пойдут на бомбы, которые будут лететь на головы ваших граждан, на таких же, как и вы, предпринимателей, на граждан вашей страны. Очень умно. Но главное, получается, для этих людей, которые так себя ведут, со своей страной обращаются, прибыль главная. Значит, получается, они берут у дьявола обещанную прибыль, а дьявол им взамен разбитые черепки высылает. Ну, не на их голову буквально прилетели, а на голову, там, доничан или лоховчан. Ну, то есть же, не ихние ряды на Барабашова бомбят. Или сепары штурмуют не ихние ряды, а ОДА, там, ОБЛДЖ-администрацию, но ихнего города. А им кажется, что, ну, раз это не пришли их конкретно контейнер забирать, ну, это фигня, ну, как в 2014 году. Это фигня, пришли сепары, пару тысяч на полтора миллиона Харьков, отбирать этот Харьков от демократии, вкидывать его в предднестровский сценарий галимы развития, или северные там, или южные Осетии, которые в Грузии отобрали, или еще другие отмороженные, там, где сейчас чистый бандитизм, не то, что там какая-то торговля, но чистый криминальный бизнес и бандитизм. Вот они этого, наверное, хотели, то есть, ну, тупость, тупость, к сожалению, руководствуется. Чистая вот жадность, прибыльность, то есть чистая селфишность, ради себя только, ради своего желудка, ради ньючришн своих, чисто. А что за этим всем, оно даже вообще не соображает и не хочет, и думать об этом не хочет. Потому что это чешуя какой-то мир, тут главное купы, пруда и. Ну и все ж они кто? Они выходцы постсовковой серой масс, которые после пафосных рулад начали себя пафосно так же ж называть народом, украинским народом. Но закваска осталась та же, постсовковая. И это ярко описывается в картине тех же ж зарабочных предпринимателей, только в мантиях политических партий, про якобы украинского толка, но которые по своему патерналистическому совковому принципу разумения и понимания и перцепции безупречного патерналистского восприятия того мира, который им тоже предлагает сулят бабки. Только уже в политических мантиях. Вот они едут в Европарламент и там говорят, вы теперь крутые, вы теперь смотрите, фотографируйтесь с нашими европарламентариями. А с какой они там партии, там про путиняшной или про соросконяшной, им пофигу. Они в центре мира, вселенной. Они на Марсе, на Юпитере там вхваткаются, приезжают в Харьков и начинают. Содомия, это классно, Содомия. Но своих деток туда, ну типа это что-то помалкивает об этом своим деткам. Не хотят, чтобы их детки становились педиками или лесбиками или содомитами. А другим загоняют. Это ж бабло какое им, а это ж какая честь. Они же там фотографируются с парламентариями. И загоняют нам, нации, украинские, вот такую хрень. Что содомия, ЛГБТ, это так круто, блин. Это так толерантно. Вот скажите, будь ласка, кто может будто еще наглише, неж комары в знойную летнюю влажную пору, когда нажравшись, напившись уже то ли твоей же, то ли еще чьей-то крови, уже пузатые, все равно жужжат и садятся на тебя снова пить твою кровь. Ты их отгоняешь, они снова пьют, покуда их не прихлопнешь. Вот так ведут, в принципе, себя и соросовские, вот это братья, наглючая, до полного аппендица, будет с тебя пить, покуда ты его не прихлопнешь. То есть, что мы имеем на день сегодняшних по соросовским делам? Он предлагает нам дегенерацию и садомию. А взамен НАТО нема, джувелинов, там несчастных десяток или парам передали, и все. Будапештские меморандумы, аувидерзейн, как и не бывало. То есть, реальные какие-то подвижки в помощь Украине, военной, нет. Они совокупляются с путиняшей, по тем же предпринимательским своим бизнесовым движнякам. И нам еще задвигают вот эту хрень дегенеративную, чтобы те нормальные, то мужское население нормальное, оно было настолько вдрюканное дегенерацией, чтобы оно не могло даже себя оборонить. То есть, им похрену, что это сражающиеся, борющиеся с агрессором путиновским, оккупантом страна, которая требует, как у Могабиши, помощи, патриотической, военной, прежде всего, помощи. А оно нет, оно, она тема гомоснет эту. Вот в ней купайтесь, ею идеологией дышите, вот это типа равенства, вот эта свобода. То есть, нам, наше равенство, это пустулаты Библии, прежде всего. И воля, по которой мы были сотворены, по Божьей воле, воле Иисуса Христа. Вот наше равенство и наша толеранция по его пустулатам жить, а не всякой хренью, которой они прикрываются. Они прикрываются Торой, Пятикнижей Моисеевым. А задвигает нам, нам, талмутизм и каббализм. А эти, блин, предприниматели в пинджачках ездят туда и говорят, да, 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 пускай, как вы скажете, так и будет. Мы же, ой, Ропа, какая, ой, Ропа, Европа создана, самое главное, на принципах христианства. А теперешняя, вот эта, педальская Европа, это уже, она отходит от этих принципов. И наша задача им обратно, рельса ихняя в эти принципы, обратно в честь, их гордость, достоинство вернуть. Непременно. Ну и скажите, будь ласка, я не знаю уже, кого спрашивать, у предпринимателей, которые все так понимают, или для более молодежного возраста, там, где еще вот эти задачки более-менее как-то по простоте своей очень решимы. То есть скажите, будь ласка, кто еще может быть честнее от судьев украинских, харьковских? Кто честнее? Ну, конечно же, проститутки. Потому что на них написано, что они проститутки. И они, ну, продают свое тело, занимаются этим. Ну, вот так вот ее постигло в жизни, жизнечко придавило, к сожалению, вот она этим занимается. Или кидаловые, там, на базарах, там, на вокзалах, те же цыгане. Вот на них написано, что да, вот, ну, вот он вот такой. Не все, конечно, но зачастую мы видим, к сожалению, наоборот, что их, вот, представители их меньшинств, они грабят, там, обманывают, там, у них вера такая от богини Калии и тому подобное. На них написано, что они способны к обману, грабежу и тому подобное, кражам. То есть тут тоже, можно сказать, ну, все более-менее честно. На них написано, ты лукаешься или наперсточники, и все, ты лишаешься своей property, своей собственности. А тут же судьи в манте, на которых написано, что они сама светоч, сама чистота, сама честность, а занимаются вот такой хренью, блин, подсасывают у олигархов. Плевали они на закон, на честь, на достоинство этого народа, который в кровище уже пять лет в войне, блин. И на все наплевать. Они решают, решалово свои сраные, вонючие задачи. И никто им в этом не перешкоджает. Все только кричат шароварную хрень. Получается, что, ну, ты ж сними эту мантию, будь человеком, и иди себе там, решалово решай, грабь там, ну, как простые мошенники там, и тому подобное. Нет, они ж, блин, надевают эту мантию, блин, и грабят. Бабло себе приходят там, скирдуют, люди им приносят, прокуратура, всякая вот эта хренатура, блин. Получается, что народу, народ терпилищка, титульная нация, терпилищная нация, выходит, что ей так нравится, когда ее грабят, чморят, блин, обдирает, как липку. Ей так прет, нравится. Значит, получается, что те предприниматели, которые не протестуют против беспредела Фельдмана, они, получается, вместе заодно, они те же преступники, что и Фельдман. Они соглашаются на это своей душой, своим принципом, примером для детей, подражания. Они соглашаются за бабло к себе, пропоти для своей наживы. Они соглашаются на... Потому что никто не протестует, а они тоже не протестуют. То есть им похрену. А те, кто не соглашаются, получается, это единственные борцы за справедливость. В своей стране пример для наступных поколений, что они борцы. И что самое паскудное, что в глазах этих, те, которые масса, большинство, большевичное, соглашаются с этим воровством Фельдмановским на черный нал, на офшоры и все эти дела, на поддержку оккупанта через Медведчука, партия там Фельдман купируется, оккупируется с Медведчуком. Они, получается, эти соучастники преступления Фельдмановского смотрят на активистов, которых малочисленность, малочисленные они, как на хаву, как на терпил. И они с ними посмехаются, что вот вы терпилы. А у нас еще, блин, эти есть шныри фельдмановские, шавки всякие, которые вас, тетуханы, будут бить. А мы будем смотреть, умиляться, какие они крутые. Собирают Фельдману бабло, чтобы бомбы летели, падали на украинцев. А они будут смотреть и тешатся, как гоняет барин наш, ну, их барин Фельдман власти потерпил. Еще очень коротенькое замечание, вот, Фарион. Как она красиво рассказывает про Шухевича, про ваташкев, про проведников нашей украинской идеи, которая боролась от себя идея. И люди гинули за цю идею в боротьбе. То есть она рассказывает, что одна связничка Шухевича, которую пытали НКВДисты, сидела в тюряге. И с нее невозможно было выбить ни признание, ни цинк, где Шухевич находится. И ее подсадили к подсадной утке одной розы. Была такая наима, типа, розы. Которую, ну, актерка была, которую там размалевали, которую пытали якобы. И она вошла в доверие к этой связничке Шухевича. И уже ее размалевали, видно, там гримами при последнем допыте, тортурах. И она сказала, все, с меня ничего не выбили, я ухожу, выхожу на волю. И этим бабы ничего не поробишь. Вот такое у них сердце мягкое, не аналитическое. И она, вот эта связничка, написала Шухевичу нотатку, записку. Ну, дело не в записке, дело, где найти отберцы, где найти тот человек, который будет Шухевичем, которому эта записка предназначалась. И вот только из-за этой записки, через вот эту такую подставу и взяли, и убили проведника украинских националистов Шухевича. Это очень интересная и поучительная история. Когда это просто рассказывает, ну, историк, а не тогда, когда эту историю рассказывает идеолог, который потом нам рассказывает, что, оказывается, давайте же голосуйте за Порошенко. Он же ж, или за Свинарчуков, они ж проведники зараз украинской идеи, как лучше спиздить от армии украинской и отправить это бабло на офшоры. То есть она, как идеолог теперь, молчала постоянно, тогда, когда боролись с нацкорпусом и другие, с вот этими барыгами, гребанными ворами, которые на глазах всей общественности, молчаливые, вот такой, якобы идеологической, разворовывали украинскую армию на трупах, на костях, на крови, свежей еще. Ну, что поробишь? Деякие идеологи украинского майбуття и минулого рассказывают, что 80 миллионов майже было украинцев, а потом голодомор, залишилось столько-то, сколько-то. Ведома речь. Репресии сталинские и тому подобное. А потом, когда говорят, что загинуло, ну, их меньше загинуло, но боролись 500 крутян под крутами, то, ну, не искушенный математикой мозг, он, конечно же, может запитаться, подождите, 80 миллионов, и потом ця банда муравьева вошла в Киев полмиллионный, то есть 80 миллионов украинцев, а под крутами пошло боротися, и большинство загинуло, крутян, наших братьев кров, украинская самая борящаяся, не траляляшная, загинуло, они 500 людей, тот патріотов пошло, детей, то где была та масса 80 миллионов, где она была? И по день сегодняшний, где она? А где? О, и на базаре Барабашова теж, и не только там. Работает на черный нал Фельдмана и таких же других медведчуков, шманчуков и тому подобных. Субтитры создавал DimaTorzok